Ситуация с заболеваемостью сезонными инфекциями в регионе стала темой очередного оперативного совещания под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. На текущий момент во всех регионах России фиксируется увеличение количества заболевших, как среди детей, так и среди взрослых. Санитарная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением простудных заболеваний, вирусов гриппа и коронавирусной инфекции в Волгоградской области стабильная. В целом по региону уровень заболеваемости по всем основным видам сезонных инфекционных болезней ниже эпидемиологического порога на 36,7%. При этом в городе по городу Волгограду на прошедшие недели уже фиксируем превышение на 67,8% пороговых значений по острым респираторно-вирусным инфекциям. И это еще при достаточно благоприятных теплых погодных условиях, что, конечно, не может не настораживать. Глава региона отметил, что все медицинские учреждения региона работают в штатном режиме. Кроме того, активно продолжается прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. Вакцину получили уже более 355 тысяч человек. На оперативном совещании Андрей Бочаров поставил задачи по дальнейшему формированию коллективного иммунитета у жителей Волгоградской области. Среди них обеспечить к 1 ноября 2023 года плановые показатели вакцинации. Привить 60% взрослого населения и 75% детей. Рассмотреть рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором методы лечения, пополнить запасы необходимых лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также подготовиться к возможному резкому росту заболеваемости. Обеспечить ежедневный мониторинг и прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области и в случае ее осложнения быть в готовности принять исчерпывающие меры реагирования, как по наращиванию коечного фонда, количество привлекаемых медицинских работников, так и по введению дополнительных профилактических и ограничительных санитарно-эпидемиологических мер, направленных на сдерживание взрывного характера распространения инфекционных заболеваний.